Студия аудиокнига своими руками Рэй Брэдбери Нескончаемый дождь Читает Александр Водяной Дождь продолжался Жестокий Нескончаемый дождь Нудный, изнурительный дождь Ситничек Косохлёст Ливень, слепящие глаза Хлюпающий в сапогах Дождь, в котором тонули все другие дожди И воспоминания о дождях Тонны Лавины дождя кромсали заросли И секли деревья Долбили почву И смывали кусты Дождь Морщинял руки людей Наподобие обезьяньях лап Он сыпался твёрдыми стеклянными каплями И он лил 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 Сколько ещё, лейтенант? Не знаю Миля Десять миль Тысяча Вы Вы не знаете точно? Как я могу знать точно? Не нравится мне этот дождь Если бы только знать Сколько ещё до солнечного купола Было бы легче? Ещё час Самое большее Два Вы в самом деле так думаете, лейтенант? Конечно Или лжёте Чтобы нас подбодрить? Лгу Чтобы вас подбодрить Хватит 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 Поговорили Двое сидели рядом Позади них Позади них ещё двое Мокрые, усталые Обмякшие Как размытая глина под ногами Лейтенант поднял голову Когда-то его лицо было смуглым Теперь Кожа выцвела от дождя Выцвели глаза Стали белыми, как его зубы и волосы Он весь был белый Даже мундир побелел Если не считать Зеленоватого налёта плесени Лейтенант чувствовал Как по его щекам текут струи воды Сколько миллионов лет прошло Как здесь, на Венере Прекратились дожди Прекратились дожди Не острите Сказал один из второй двойки На Венере всегда идёт дождь Всегда Я жил здесь десять лет И ни на минуту, ни на секунду Не прекращался ливень Всё равно, что под водой жить Лейтенант встал и поправил своё оружие Что ж, пошли Мы найдём солнечный купол Или не найдём Заметил цинник Ещё час Или около этого Вы меня обманываете Вы меня обманываете, лейтенант Заметал направление Серое небо и дождь Заросли и тропа И где-то далеко позади Ракета В которой лежали двоих товарищей Мёртвые Обываемые дождём Они шли гуськом, не говоря ни слова Показалась Река Широкая Плоская Бурая Она текла Великое море Дождевые капли Выбеленные О поверхности Миллион кратеров Давайте, Симмонс Лейтенант кивнул И Симмонс снял со спины Небольшой свёрток Химическая реакция Превратила свёрток в лодку Следуя указаниям лейтенанта Они срубили толстые сучья И быстро смастерили весла После чего поплыли через поток Торопливо гребя под дождём Лейтенант очищал холодные струйки На лице, на шее, на руках Холод просачивался в лёгкие Дождь убил по ушам и глазам По икрам Я не спал эту ночь Сказал он А кто спал? Кто, когда? Сколько мы ночей спали? Тридцать ночей, что тридцать дней? Кто может спать, когда по голове Хлещет, барабанит дождь? Всё бы отдал за шляпу Любую Лишь бы перестала стучать по голове У меня головная боль Вся кожа на голове воспалена Так и садник Чёрт меня занёс в этот Китай Сказал другой Впервые слышу, чтобы Венеру называли Китаем Ха, конечно Вспомните древнюю пытку Тебя приковывают к стене Каждые полчаса на теме падает капля воды И ты теряешь рассудок от одного ожидания То же самое здесь Только масштабы побольше Мы не созданы для воды Мы не можем спать Не можем как следует дышать Мы на грани помешательства От того, что без конца ходим мокрые Будь мы готовы к аварии Запаслись бы непромокаемой одеждой И шлемами Главное по голове Всё барабанит и барабанит Тяжёлый такой Словно картечь Я не выдержу долго Эх, где солнечный купол? Кто их придумал? Тот знал своё дело Плывя через реку Они думали о солнечном куполе Который ждал где-то в зарослях Ослепительно сияя под дождём Жёлтое строение Круглое Светящееся Яркое, как солнце Пятнадцать футов в высоту Сто футов в поперечнике Тепло Пятнадцать футов в высоту Сидя с книгой или сигаретой О дождливом мире О дождливом мире Венеры Лейтенант обернулся И посмотрел на своих товарищей Что скрипя зубами Налегали на весла Они были белые, как грибы Как он сам Венера всё обесцвечивает За несколько месяцев Даже лес казался Огромной декорацией С кошмара Откуда ему быть зелёным Без солнца В вечном сумраке Под нескончаемым дождём Белые-белые заросли Бледные, как плавленый сыр Листья Стволы и бутоножки Гигантских поганок Впрочем, не так-то просто Увидеть почву Когда под ногами потоки Ручьи Лужи А впереди пруды Озёра Реки И, наконец Море Есть! Они выскочили на раскиши берег Шлёпая по воде Выпустили из лодки газ И сложили её в коробку Потом, стоя под дождём Попытались закурить Минут пять Если не больше Бились они Дрожа над зажигалкой Затем, прячась сигареты В ладони Сделали несколько затяжек В следующий миг Табак уже раскис И тяжёлые капли Выбили сигареты Из сжатых губ Они пошли дальше «Стойте минутку» Сказал лейтенант Мне показалось Мне показалось Что я что-то увидел Солнечный купол? Я не уверен Дождь Не дал разглядеть Симонс побежал вперёд Солнечный купол! Солнечный купол! Назад, Симонс! Солнечный купол! Он исчез За дождевыми струями Остальные ринулись В догонку Они догнали его На прогалине И стали как вкопанные Глядя на него И его находку «Ракета! Ракета!» Она лежала там Где её покинули Выходит Они кружили И очутились В том самом месте Откуда начали Долгий путь Среди обломков Лежали двое погибших Изо рта у них Расла зеленоватая плесень На глазах космонавтов Плесень расцвела Но дождь убил лепестки И плесень увяла Как же это случилось? Видно, поблизости Прошла электрическая буря Она и испортила Наши компасы В этом всё дело Верно Что же делать теперь? Идти Снова идти Чёрт Мы топтались На месте Ладно, Симмонс Постарайся взять тебя В руки А, в руки В руки Этот дождь Всеведёт меня с ума У нас хватит продуктов На два дня Если быть экономными Дождь Плясал по их коже По мокрой одежде Струи дождя Бежали с кончика носа С ушей Пальцев Колен Они были Словно заброшенные В дебрях Каменные бассейны И с каждой поры Сочилась вода Вдруг Издоль Донёся Грозный рёв Из пелены Дождя Вынурнуло Чудовище Чудовище Опиралось На тысячу Голубых Электрических Ног Оно Приближалось Быстро И неотвратимо Каждый Его шаг Был Как удар С плеча Там Где вступали Голубые Ноги Деревья Падали И Сгорали Могучие Вихри Озона Заполнили Влажный Воздух Дым Метался Во все Стороны Разбиваемый Дождём Чудовище Было Длиной С полмили Вышиной С милю Оно Ощупывало Землю Словно Слепой Исполин Иногда На короткие Мгновения Оно Оказывалось Совсем Без ног В следующий Миг Из его Брюха Вырывались Тысячи Хлыстов Которые Беспощадно Нажалили Заросли Электрическая Буря Сказал Один Из четвёрки Она Вывела Из строя Компасы Теперь Идёт На нас Ложись Приказал Лейтенант Бегите Заорал Симонс Не Дурите Ложитесь Она Бьёт В самые Высокие Точки Мы Ещё Можем Спастись Ложитесь Не ближе Пятидесяти Футов От ракеты Глядишь Потратит На всё Весь Свой Заряд Она Сминует Живей Они Шлёпнулись Назим Идёт Почти Сразу Послышался Вопрос Идёт Приблизилась Осталось Двести Ярдов А сейчас Вот Она Чудовище Повисло Над Ними Оно Обронило Десять Голубых Стрел Молнии И Они Вонзились В ракету Ракета Вздрогнула Точно Гонка Тудара И Издала Глухой Металлический Звук Чудовище Обронило Ещё Пятнадцать Стрел Они Плясали В причудливой Пантомиме Поглаживая Деревья И Мокрую Землю А-а-а-а-а Один из космонавтов Вскочил На ноги Ложись Идиот Крикнул Лейтенант А-а-а-а-а-а-а Ещё Десяток Молний Поразили Ракету Лейтенант Повернул Лежащую На руке Голову И Увидел Ослепительно Голубые Вспышки Он видел, как раскалываются вдребезги деревья Он видел, как чудовищное темное облако Словно черный диск повернуло над ними И метнуло вниз сотню электрических стрел Тот, что вскочил на ноги Теперь бежал, будто в огромном зале с колоннами Он метался, петлял среди колонн Но они вдруг рухнули И послышался такой звук Словно муха села на раскаленную проволоку ловушку Такие ловушки были дома на ферме лейтенанта в годы его детства Три товарища услышали запах человека, обращенного в залу Лейтенант спрятал лицо Не поднимать головы, распорядился он Он боялся, что вот-вот сам вскочит и побежит Озарив лес еще десятка молний, буря двинулась дальше Снова кругом был один сплошной дождь Он быстро унес запах горелого И три товарища сели, ожидая, когда угомонится Отчаянно колотящееся сердце Потом они пошли к телу Надеясь, что еще можно вернуть его к жизни Они не могли смириться с мыслью, что уже ничего нельзя сделать Это была естественная реакция людей Которые не хотят признать смерть Пока не коснутся ее И не решат Или предоставить это быстро поднимающиеся поросли Тело было словно скрученная сталь Обернутая сожженной кожей Будто восковая кукла Которую бросили в печь И извлекли из огня Когда лишь тонкая пленка воска Осталась на обугленном скелете Только зубы не почернели Они сверкали Как причудливый Белый браслет Зажатый в черном кулаке Зачем он вскочил? Они сказали это почти одновременно На глазах у них тело стало исчезать Под покровом растений В юнки, плющ, даже цветы для покойного Буря, шагая на голубых ходулях Исчезла вдали Они пересекли реку, ручей, поток И еще дюжину рек, ручьев, потоков Реки новые, реки, рождались у них на глазах А старые меняли русла Реки цвета ртути Реки цвета серебра и молока Они вышли к морю Великое море На Венере был всего один материк Он простирался на три тысячи миль в длину И на тысячу в ширину Окруженный со всех сторон великим морем Покрывающим всю остальную часть дождливой планеты Великое море Лениво лизало бледный берег Нам туда Лейтенант кивнул на юг Я уверен, что в той стороне Находятся два солнечных купола Раз уж начали Почему сразу не построили еще сотню? Всего их на острове сто двадцать штук Верно? К концу прошлого месяца было сто двадцать шесть Год назад в конгрессе на земле Предложили построить еще два-три десятка Да только сами знаете, как сложно С осигнованиями Пусть лучше несколько человек свихнутся от дождя Они зашагали на юг Лейтенант Симонс И третий космонавт Пекар Шагали под дождем Который шел То реже, то гуще Под ливнем, который Хлестал и лил Не переставая Барабанил по суше По морю И по идущим людям Симонс Первый заметил его Вот он Что там? Солнечный купол Лейтенант моргнул Стряхивая свек влагу И заслонил глаза сверху рукой Защищая их от хлестких капель По оделю моде на краю леса Что-то желтело Да Это он Солнечный купол Люди улыбались друг другу Похоже, вы были правы Лейтенант Да Это удача От одного вида сил прибавляется Вперед Кто первый? Последний будет Сукин сын Симонс затрусил по лужам Остальные механически Последовали его примеру Они устали Запыхались Но скорость не сбавляли Вот когда я кофе напьюсь Пропыхтел улыбая Симонс А булочки с изюмом Это тоже объедение А потом лягу И пусть солнышко печет Тому, кто изобрел солнечный купол Орден надо дать Они побежали быстрее Желтый свет стал ярче Наверное, сколько людей Тут помешались Пока не появились убежища Симонс отрывисто выдыхал слоги А что? Очень просто Дождь, дождь Несколько лет назад Встретил приятеля Моего друга В лесу Бродит вокруг Под дождем И все твердит Сам не знаю Как войти За дождя Сам не знаю И так далее Без конца Рехнулся бедняга Береги дыхание Они продолжали Бежать Они смеялись На бегу И смеясь Достигли Двери солнечного купола Симонс Рывком Распахнул дверь Эй! Крикнул он Где булочки и кофе? Подавайте их сюда Никто не отозвался Они шагнули Вовнутрь В солнечном куполе Было пусто и темно Ни желтого искусственного солнца Парящего в прозрачной мгле В центре голубого свода Ни накрытого стола Холодно Словно в склепе А сквозь тысячи отверстий В своде Пробивался дождь Струи падали на ковры И мягкие кресла Разбивались На стеклянные крышки столов Густые заросли Словно исполинский мох Покрывали стены Вверх книжного шкафа Диваны Крупные капли Срываясь сверху Хлестали по лицам людей Пекарь тихонько Рассмеялся Пекарь прекратить Господи Вы только посмотрите Ни солнца Ни пищи Ничего Венески Это их рук дело Конечно Симонс кивнул Роняя капли со лба Вода бежала По его серебристым волосам И белесым бровям Время от времени Венески Выходят из моря И нападают На солнечный купол Они знают Что если уничтожат купола То могут нас погубить Но разве наша охрана Не вооружена? Конечно Симонс шагнул На относительно сухой клочок пола Но с последнего нападения Прошло пять лет Бдительность ослабла И они захватили Здешнюю охрану Расплох А где же тела? Венески унесли их С собой в море У них говорят Есть свой способ Топить пленников Медленный способ Вся процедура Длится около восьми часов Просто очаровательно Держу пари Что не осталось Ни крошки еды Усмехнулся пекар Лейтенант Неодобрительно Взглянул на него Потом сделал Многозначительный Жест Симонсу Тот покачал головой И зашел В помещение Расположенное В стены Там была кухня Раскиши и буханки Хлеба Беспорядочно Валялись на полу Мясо Обросло Нежно-зеленой Плесенью Из множества Дыр В потолке Струился Дождь Восхитительно Лейтенант Смотрел На дыры Боюсь Нам вряд ли Удастся Законопатить Это сито И навести Порядок Без продуктов? Симонс Фыркнул К тому же Солнечные Генераторы Разбиты Вдребезги Лучше Чем можно Придумать Идти До следующего Солнечного Купола Сколько До него Отсюда? Недалеко Помнится Как раз Тут Поставили Два Купола Очень близко Один От другого Если Обождать Здесь Может Подойти Спасательный Отряд Наверное Они уже приходили И ушли Месяцев Через шесть Пришлют Ремонтную Бригаду Когда Поступят Средства От Конгресса Нет Уж Лучше Не ждать Ладно Съедим Остатки Нашего Рациона И Пойдем Если Бы Только Дождь Перестал Колотить Меня По голове Заметил Пекар Хоть На Несколько Минут Просто Чтобы Я Вспомнил Что Такое Покой Он Жал Голову Обеими Руками Помню В школе За мной Сидел Один Изверг И Щипал 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 Меня Каждые Пять Минут И Так Весь День Это Длилось Неделями Месяцами Мои Руки Были В синяках Кожа Вздулась Я Думал Что Сойду С ума От Этого Щипания И он Меня Довел Кончилось Тем Что Я Действительно Взбесился От боли Схватил Металлический Треугольник До черчения И чуть Не убил Этого Ублюдка Чуть Не отсек Ему Башку Чуть Не Выколол Глаза Меня Еле От него Оторвали И Все Время Кричал Чего Он Ко Мне Пристает Господи Дрожащие Руки Все Сильнее Стискали Голову Глаза Были Закрыты А Что Я Могу Сделать Сейчас Кого Ударить Кому Сказать Чтобы Перестал Оставил Меня В покое Дождь Проклятый Дождь Не дает Передышки Щиплет И Щиплет Только И Слышно Только И Видно Что Дождь 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 К Четырем Часам Мы будем У следующего Солнечного Купола А Солнечного Купола Такого Как Этот А Если Они Все Разгромлены Что Тогда Если Во всех Куполах Дыры И Всю Духлещ Дождь Что Ж Попытаем Счастье Мне Надоело Пытать Счастье Все Чего Я Хочу Крыша Крыша Над Головой И Хоть Чуточку Покоя Хочу Побыть Один Туда Всего Восемь Часов Хорошего Хода Не Беспокойтесь Я Не Отстану Пикар Рассмеялся Отводя Взгляд Давайте Поедим Сказал Симонс Пристально Наблюдая За ним Они Снова Пошли Вдоль Побережья На юг На пятом Часу Пути Им Пришлось Свернуть Так как Дорогу Преградила Река Настолько Широкая И Бурная Что На лодке Не Далечь Они Поднялись На десять Километров Вверх По реке И Увидели Что Она Бьет Из земли Словно Кровь И Смертельные Раны Обойдя Исток Под Непрекращающимся Дождем Снова Спустились К морю Я Я Должен Поспать Сказал Пикар Оседая На землю Четыре Недели Не спал Ни минуты Не уснул Спать Здесь Спать Небо Стало Темнее Надвигалась Ночь А на Венере Ночью Царил Такой Мрак Что Опасно Двигаться У Симонса И Лейтенанта Тоже Подкашивались Ноги Лейтенант Сказал Ладно Попробуем Может быть На этот раз Получится Хотя Эта погода Не очень-то Благоприятствует Сну Они Легли Положив Руки Под головы Так Так Чтобы Вода Не захлестывала Рот И Закрытые Глаза Лейтенанта Трясло Он Не мог Уснуть Что-то Ползло По нему Что-то Словно Обтягивало Его Живой Копошащейся Пленкой Капли Падая Соединялись Другими Каплями И Получались Струйки Которые Просачивались Сквозь Одежду И Щекотали Кожу Одновременно На ткань Садились Тут же Пуская Корни Маленькие Растения А вот Уже И Плющ Обвивает Все тело Плотным Ковром Он Чувствовал Как Крохотные Цветы Образуют Бутоны Раскрываются И Роняют Лепестки А дождь Все Барабанил По голове В Призрачном Свете Он Видел Фигуры Своих Товарищей Будто Упавшие Стволы Покрытые Бархатным Ковром Травы Цветов Дождь Хлистал Его По шее Он Повернулся В грязи И Лег На живот На липкие Растения И Теперь Дождь Хлистал По спине Ногам Он Вскочил На ноги И Стал Лихорадочно Стряхивать Тебя Воду Тысячи Рук Трогали Его Но Он не Мог Больше Выносить Чтобы Его Трогали Содрогаясь Он что-то Задел Но Конечно Симонс Стоял Под струями Дождя Дрожа Чихая Кашля В тот же Миг Вскочил И Пикар И С криком Заметался Вокруг Них Постойте Пикар Прекратите Кричал Пикар Потом Схватил Ружье И Выпустил Ночное Небо Шесть Зарядов Каждая Вспышка Освещала Полчища Дождевых Капель Выстрелами Пятнадцать Миллиардов Капель Пятнадцать Миллиардов Слез Пятнадцать Миллиардов Бусинок Или Драгоценных Камней На фоне Белого Бархата Витрины Свет Газ И капли Что задерживали Свой Полет Чтобы Их Могли Запечатлеть Падали На людей Жали Их Словно Рой Насекомых Воплощением Холода И Страданий Прекратите Прекратите Пикар Пикар Но Пикар Будто Онемел Он Не метался Больше Стоял Неподвижно Лейтенант Осветил Фонариком Его Мокрое Лицо Пикар Широко Раскрыл Рот И глаза Смотрел Вверх Дождевые Капли Разбивались Его язык И Глазные Яблоки Булькали Пены В Ноздрях Пикар Пикар Он Он Не Отвечал И Не Двигался Влажные Пузырьки Лопались На Его Белых Волосах По Шее И Кистям Рук Катились Прозрачные Алмазы Пикар Мы Уходим Идем Дальше Пошли Крупные Капли Срывались Его Ушей Слышишь Пикар Он Точно Окаменел Оставьте Его Сказал Симонс Мы Не Можем Уйти Без Него А Что Же Делать Нести Его Симонс Плюнул Поздно Он Уже Не Человек Он Знаете Что Будет Дальше Он Так И Будет Стоять Пока Не Захребнется Что Неужели Вы Не Слыхали Об Этому Пора Уже Знать Он Будет Стоять Задрав Голову Чтобы Дождь Лил Ему В рот И В нос Будет Вдыхать В Воду Не Может Быть Так Было С Генералом Ментом Когда Его Нашли Он Сидел На Утесе Запрокинув Голову И Дышал Дождем Легкие Были Полны Воды Лейтенант Снова Осветил Немигающие Глаза Ноздри Пекара Тихо Сипели Пекар Лейтенант Ударил Ладоню По Его Безумному Лицу Он Ничего Не Чувствует Продолжал Симонс Несколько Дней Под Таким Дождем И Любой Перестанет Ощущать Собственные Руки И Ноги Лейтенант В ужасе Поглядел На Свою Руку Она Онемела Но Мы Не Можем Бросить Пекара А Вот Все Что Мы Можем Сделать Симонс Выстрелил В Пекара И Тот Упал На Затопленную Землю Спокойно Лейтенант Сказал Симонс В Моем Пистолете Имеется Заряд И Для Вас Спокойно Подумайте Как Следует Он Все Равно Стоял Бы Так До Тех Пор Пока Не Захлебнулся Я Сократил Его Мучения Лейтенант Скользнул Взглядом По Распростертому Телу Вы Убили Его Да Иначе Он Погубил Бы Нас Всех Вы Видели Его Лицо Он Помешался Помолчав Лейтенант Кивнул Это Верно И Они Пошли Дальше Под Ливнем Было Темно Луч Фонарика Проникал В стену Дождя Лишь На Несколько Футов — Нет. Через час будем там. — Говорите громче. Я вас не слышу. Симонс остановился, улыбаясь. — Говорите громче. — Уши. Он коснулся их руками. Они отказали. — От этого бесконечного дождя я онемел весь до костей. — Вы ничего не слышите? — спросил лейтенант. — Что? Симонс созадачно смотрел на него. — Ничего. Пошли. — Я лучше обожду здесь, а вы идите. — Нет. Ни в коем случае. — А я все равно не слышу, что вы говорите. — Идите. — А я... Я устал. — По-моему, солнечный купол не в этой стороне. — А если и в этой, то, наверное, весь свод в дырах. — Как у того, что мы видели. — Лучше я посижу. — Сейчас же встаньте. — Пока, лейтенант. Вы не должны сдаваться. Осталось совсем немного. — Видите пистолет? — Он говорит мне, что я останусь. — Мне все Остачерчело. — Я не сошел с ума. — Но скоро сойду. — А этого я не хочу. — Как только вы отойдете достаточно далеко, я застрелюсь. — Симонс. — А-а-а. Вы произнесли мою фамилию. Я угадал по губам. — Симонс. — Поймите, лейтенант, это всего лишь вопрос времени. — Либо я умру сейчас, либо через несколько часов. Представьте себе, что вы дошли до солнечного купола. Если только вообще дойдете и находите дырявый свод, вот будет приятно лейтенант подождал, потом зашлепал по грязи. Отойдя, он обернулся и окликнул Симонса, но тот сидел с пистолетом в руке и ждал, когда лейтенант скроется. Он отрицательно покачал головой и махнул. — Уходите. Лейтенант не услышал выстрела. На ходу он стал рвать цветы и есть их. Они не были ядовитыми, но и не прибавляли ему сил, и немного погодя, его вывернуло наизнанку. Потом лейтенант нарвал больших листьев, чтобы сделать шляпу. Он уже пытался однажды, и на этот раз дождь быстро размыл листья. Стоило сорвать растение, как оно немедленно начинало гнить, превращаясь в зероватую аморфную массу. — Еще пять минут, — сказал он себе. — Еще пять минут, я войду в море. Войду и буду идти. Мы не приспособлены к такой жизни. Ни один человек земли никогда не сможет к этому привыкнуть. Ах, нервы, нервы! Он пробился через море листвы и влаги и вышел на небольшой холм. Впереди сквозь холодную мокрую завесу угадывалось желтое сияние. Солнечный купол. Круглое желтое строение за деревьями поодаль. Он остановился, качаясь, смотрел на него. В следующее мгновение лейтенант побежал, но тут же замедлил шаг. Он боялся. Он не звал на помощь. А вдруг? Вдруг это тот же купол, что накануне. Мертвый купол без солнца. Он поскользнулся и упал. Лежи, — думал он. Все равно ты не туда забрел. Лежи. Все было напрасно. Пей. Пей вдоволь. Но лейтенант заставил себя встать и идти вперед через бесчисленные ручьи. Желтый свет стал совсем ярким, и он опять побежал. Его ноги давили стекла и зеркала. Руки рассыпали бриллианты. Он остановился перед желтой дверью. Надпись «Солнечный купол». Солнечный купол. Он потрогал дверь, онемевший рукой. Повернул ручку и тяжело шагнул вперед. На пороге он замер, осматриваясь. Позади него в дверь барабанил ливень. Впереди на низком столике стояли серебряная кастрюлька и полная чашка горячего шоколада с расплывающимися на поверхности густыми сливками. Рядом на другом подносе толстые бутерброды с большими кусками цыпленка, свежими помидорами и зеленым луком. На вешалке перед самым носом висело большое мохнатое полотенце. У ног стоял ящик для мокрой одежды. Справа была кабина, где горячие лучи мгновенно обсушивали человека. На кресле чистая одежда, чистая одежда, приготовленная для случайного путника. А дальше кофе, патефон, тихая музыка, книги в красных и коричневых переплетах. Рядом с книжным шкафом кушетка, низкая, мягкая кушетка, на которой так хорошо лежать. В ярких лучах того, что в этом помещении самое главное. Он прикрыл глаза рукой. Он успел заметить, что к нему идут люди, но ничего не сказал. Выждав открыл глаза и снова стал смотреть. Вода, стекая с одежды, собралась в лужу у его ног. Он чувствовал, как вспыхивают волосы и лицо, грудь, руки, ноги. Он смотрел на солнце. Оно висело в центре купола, большое, желтое, яркое. Оно светило бесшумно и во всем помещении царила полная тишина. Дверь была закрыта и только обретающая чувствительность кожа еще помнила дождь. Солнце парило высоко над голубым сводом. Ласковая, золотистая, чудесная. Он пошел вперед, срывая себя одежду. Срывая себя одежду. Продолжение следует... дождь. Продолжение следует...